Получи вдохновения, успешной реализации всех ваших проектов, плодотворного участия. Мы к старту готовились очень просто, как любая хозяйка готовится. То есть у нас весь коллектив был в качестве вот этой самой хозяйки новых помещений, куда мы переехали, и именно начало вещания совпало с вводом в строй вот нашей вот этой новой, ну нашего вот этого, наших студий, монтажных и так далее. Вот, а начало вещания я очень хорошо помню, первую программу, это были новости, не могу сказать, какие там они были по наполнению, но, конечно, было и о нас, и у меня были такие слова, я их писала, помню, очень волновалась, что это наш первый эфир из нашей новой студии, мы в первый раз выходим, как телекомпания «Альфа-канал», весь коллектив тот же, но теперь мы называемся иначе. Я это писала в ночи, вот отчетливо помню, и у нас была такая фишка, мы в первом эфире дарили, по-моему, мы собирали деньги, у нас был большой-большой мешок с деньгами, мы собирали девочки на лечение. Вот эти деньги мы собирали еще, будучи в информационном агентстве «Город», вот прям люди носили, тогда это было можно, они носили там, кто там какую-то свою, там три рубля, кто два рубля, кто сто рублей, да, ну, я не помню, что это было в деньгах, но вот какие-то вот, и набрался вот такой вот мешок денег, и мы это все дарили. Мы дарили бабушке, по-моему, отдавали, была моя Николаевна Спицына, и вот это передавали девочки на лечение. Это было важно, потому что важно было начать, ну, с чего-то вот такого, с доброго раз и дело два, то есть доброго дела, вот мы так начали. Мы хотели быть классными, вот и все. Мы хотели делать интересное, тогда даже не было такого слова, программный продукт вообще, мы не знали таких слов, мы хотели делать интересное местное телевидение, все. Да, у нас получалось тогда, сейчас сложнее, потому что все равно, ну, у нас город такой, да, есть конкуренция, и появился интернет в таком виде, который мы сейчас имеем, и появились разные информационные ресурсы. Сейчас сложнее, да, но тогда, как нам кажется, мы нас смотрели везде.